Так, следующее видео я делаю по просьбе некоторых подписчиков специально для вас показать крупным планом, как померить плотность. Так, берём ариометр сразу бы хотел сказать про ариометр ариометр лучше использовать из стекла в нём, что самое, так сказать главное, это шкала шкала, то есть внутри идёт поплавок со шкалой шкала имеет сверху значение 1.1, снизу 1.3 но у вас в любом ариометре это примерно так же будет оптимальная для России плотность 1.27 1.28, 1.26 короче, от 1.26 до 1.28 примерно у нас она отмечена, это область зелёненьким, так сказать, цветом вот, соответственно зелёненькое у нас начинается 1.25 и заканчивается 1.30 то есть норма это где-то чуть ниже середины зелёного мы берём ариометр, нажимаем грушу и начинаем набирать жидкость набираем жидкость вот она идёт вот, и в тот момент, как поплавок поплавок меньше немного в тот момент, как поплавок оторвётся от дна ариометра это у нас считается вот, мы поднимаем поднимаем вот, началось движение поплавка самого и теперь смотрим на уровень вот воды ну, точнее электролита вот, и приравним его к шкале к нашей вот, сейчас у нас плотность 1.25 это говорит о том что батарея разряжена либо из батареи вылили электролит вот ну, пробуем ещё раз замерять нужно обязательно во всех банках и обратить внимание самое главное на температуру электролита вот, видим, да то есть, поплавок как только начинает отрываться мы смотрим уровень и сравним его со шкалой вот он 1.25 у нас в белой зоне это, так сказать немножко подразряжено вот обязательно нужно замерить температуру электролита если есть такая возможность либо на ощупь потрогать колбу саму ариометра если холодный тогда там вводится поправочный коэффициент оптимальное измерение оптимальное измерение электролита это то, чтобы аккумулятор хотя бы ночь там, ну, либо 5-6 часов простоял в теплоте отогрелся то есть, он был как минимум не холодный тогда можно уже вводить ариометр и производить измерения также можно ариометром побулькать электролит если там какая-то проблема у нас возникла есть подозрение на осыпание пластин вот таким вот образом мы сейчас побулькаем то есть набираем сливаем набираем сливаем вот это тоже обязательно надо делать если электролит темного цвета черного либо такого ржавого это говорит об осыпании пластин что аккумулятор у нас уже истощил свой ресурс либо использовался на неисправном электрооборудовании автомобильное самый оптимальный выбор это заменить данный аккумулятор все всем спасибо надеюсь это видео вам понравилось больше ставьте лайки подписывайтесь на наш канал до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...